Осеннее обострение. Что дала Украине неделя уличных протестов в правительственном квартале? Приговор или надежда? Что принесет украинцам реформа медицины? Расскажем в подробностях, чего ждать пациентам и врачам. Пенсионная лотерея. Реалии осовременивания. Кто выгодал от реформы, а кто остался за ее бортом? Кровавое преступление и наказание. Помогут ли родственные связи уйти от ответственности очередной мажорке за рулем, убившей пятерых человек? Добрый вечер. Я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. А вот проанализировать ведь нужно сегодня очень много. Еще в конце прошлой недели никто не был готов спрогнозировать подобное развитие событий. И тем не менее, одну из центральных улиц Киева перекрыли митингующие. Даже палатки умудрились поставить. С одной стороны у них Верховная Рада, с другой Кабмин. Совсем недалеко администрация президента. На пике событий митинговали несколько тысяч человек. Впрочем, большую часть времени на месте оставались несколько сотен. Все это началось еще во вторник. А вот когда закончится, до сих пор непонятно. Уже и депутаты ушли на двухнедельный перерыв, а пикетчики свои позиции не сдают. За четыре дня не успели многое. Были и попытки возродить дух Майдана, и банальные драки. Полицейские жаловались на ограбление. Мол, митингующие отобрали у них амуницию и щиты. Активисты, в свою очередь, возмущались действиями полиции и нацгвардии. Те не давали палаточному городку разрастаться. В общем, эта неделя в очередной раз показала, как же это легко в Киеве устроить бунт. КИЕРНОВЛЯЙСКИ Субтитры создавал DimaTorzok А еще эта неделя показала, что наших политиков так просто не возьмешь. Повидали они уже бунтов. Почему митингующие так и не смогли навязать Верховной Раде свою повестку? И чем парламентские силы будут отвечать на вот такие подачи от сил уличных? Разбиралась моя коллега Екатерина Лысенко. Такого количества нацгвардейцев, полиции и спецтехники в правительственном квартале несколько лет не было. Перекрыты въезды и выезды. Рамки и силовики 10 рядов. Давно не видели здесь и такого количества партийных флагов в руках у митингующих и столько лидеров на одну акцию. Три требования пикетчиков адресуются Верховной Раде, где рупорами улицы стали народные трибуны. Мы пропонували это в мирный способ, мы пропонували это в цивилизованный способ. Они штопхают людей на насильство. Требования активистов отменить депутатскую неприкосновенность, изменить правила избирательной кампании и создать антикоррупционный суд. И с самого начала ультиматуму звучали не то чтобы мирно. Гончаренко пострадал от яиц, Барна от кулаков. Досталось и Юлию Мамчуру. Пострадали также правоохранители. Но уровень агрессии на улице снизился, как только в Раде предложили компромисс. Закончить с медреформой и перейти к поставленным ультиматумам. Закипела работа и споры. Что хотят организаторы провокации? Какие цели они переследуют? Очень банальные. За любую цену дорваться до влады. Это неправда, оскільки никаким образом нет требований людей изменения влады. Люди хотят всего-навсего три требований. Нехай организаторы, те, которые их собрали, по-перше, объясняют общество, чему они позволили побитие правоохранителей. Когда они дадут ответ за это перед обществом, тогда будем, в целом, их серьезно. Мы видим, как идут политические игры, в которых разменивают чаяние людей и фактически манипулируют людьми. Рассмотрение медреформы растянулось на три дня. В итоге, в четверг, законопроект проголосовали. 240 за решение принято. Наше завдание – сделать медицину так, чтобы она была качественной по отношению к украинским гражданам. Мы могли ничего не сделать и терпеть вот это зубожение, которое есть в украинских лекарнях. А сегодня мы начинаем важную работу. Есть у нас запад, конечно, на экономические реформы, на реформы социального характера. Поэтому, безусловно, и самопомощь, например, абсолютно не блокировала трибуну, когда стало вопрос, например, о расследовании в парламенте медической реформы. Это отвертый геноцид украинцев. Это полное уничтожение системы охраны здоровья в стране. И наша фракция проголосовала за этот проект червоными кнопками. То есть, вся наша фракция не просто не поддерживает, а категорично выступает против так называемой медической реформы. Вслед за реформой перешли к тому, что требовала улица. Неприкосновенность за ее снятие ратуют все полицилы в Раде два законопроекта – депутатский и президентский. Последний предлагает лишение иммунитета со следующего созыва, то есть 2020 года. Депутатский немедленно. В соответствии к определенной норме Конституции, должно быть обязательно разделено принятие этого решения на этой сессии. И следующий шаг после выставки Конституционного суду – голосование в другом читании – должно происходить уже на другой сессии. В этот процесс мы войдем на осень 2018 года. Наш законопроект 158 народных депутатов пропонует скасировать депутатскую недоторканность сразу после голосования за этот законопроект. Президентский законопроект лишает правильную правильную, которая позволяет отформировать скасование недоторканности до бесконечности. В результате оба документа отправили в Конституционный суд. И теперь о неприкосновенности можно забыть до следующей сессии. А вот законами, которые могли изменить правила избрания депутатов, оказалось сложнее. Отменять мажоритарку сами мажоритарщики не намерены. Как правило, на мажоритарных округах очень мало перемагает людей, идеологически переконанных, которые служат Украине-патриотами. Больше перемагают те, кто вкладывает большие деньги в купе голосов на окружении. Мы не переконаны, что эти законопроекты про пропорционную систему с открытыми списками наберут необходимую количество голосов. Не переконаны. Потому что в зале сидит конгломерат мафии. Так и произошло. Ни один из трех законопроектов не набрал голосов. Мы должны двигаться вперед и рассматривать качественные законопроекты. А когда подаются законопроекты, как я больше считаю, законодательным спамом, чтобы запомнить неделю, они просто смарнували на час. Ну и последнее требование улицы. Антикоррупционный суд осталось за скобками. Законопроекта нет. А если бы и был, на него нужно искать голоса, которых тоже нет. Мы против створения окремого антикоррупционного суду, потому что судовая система вся должна быть изменена. И поэтому мы голосовали за измену всей судовой системы. А если брать логику инициатором этого законопроекта, створения окремого антикоррупционного суду, то нужно создавать еще суд для карманников, для домушников, для депутатов, для войсковых, для еще кого-то. Будь-яких специализированных судов, которые бы отразились от судовой системы, которая у нас есть в стране, не должно быть. Потому что мы так дойдем до троек, когда будет один следователь, один прокурор и один судья, в одну инстанцию будут принимать решения. По антикоррупционному суду мы эту тему не залишим. И если будет нужно, такие акции будут повторяться, до того, пока президент не внесется в законопроект, и он не будет проголосован. Но пока митинги сошли на нет. Возле Рады около сотни активистов, полиции в разы больше. Да и управлять митингом политики уже не рвутся. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Иван Ермаков. Подробности недели. Телеканал Интер. Любопытно, что организаторы всей этой митинговой активности на Грушевского явно ожидали большего. Ну, хотя бы от акций во вторник и четверг. Дни, когда в Верховной Раде есть потенциал для результативных голосований. Всю неделю активисты призывали киевлян присоединиться к протестам. Как во времена Майдана. Но все-таки, честно будет признать, что горожане эти митинги, в общем-то, проигнорировали. Вот, например, Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, один из самых заметных лоббистов нынешних митингов, у себя в Фейсбуке даже поинтересовался, какие ошибки допустили организаторы. Мол, что нужно было сделать по-другому, чтобы людей на улице было больше. И под его постом уже больше восьми сотен ответов. Есть о чем подумать, пока Верховная Рада не работает? Итак, почему эта неделя стала вот такой? И что все-таки будет с депутатской неприкосновенностью и с идеей создать антикоррупционный суд? Все обсудим с народными депутатами. У нас в студии Алексей Гончаренко, замглавы фракции Блок Петра Порошенко. Добрый вечер. Алексей Рябчин, Батьковщина, и Юрий Левченко, представитель Свободы. Давайте Алексей Рябчин, я имею в виду, начнем с вас. Так и хочется спросить, а где вы и Батьковщина были в ночь 17 на 19 октября? Я могу сказать, что Батьковщина не была среди организаторов. Мы доедналися позже к этой акции. Все наши люди были. До речи, я когда пришел до Верховной Ради раньше, потому что были... Вы знаете, вот если честно, сложилось впечатление, что вы более активно собирались, чем потом доеднали. Ну, не суть. Я могу сказать, что мы... Как вы оцениваете эту неделю? Вот все то, что произошло в Киеве? Я очень позитивно оцениваю этот неделю. Больше того, мы выступали перед, я лично выступал перед людьми, которые протестировали за то, что были приняты большие політичные изменения. Больше того, Батьковщина додала до этих требований не только три основных требований. Недоторканность, антикоррупционный суд, выборчие изменения. А также мы должны рассмотреть и процедуру импичмента президента. Узаконить ее, неважно, якое прозвище у президента, чи Януковича, чи Порошенко. Однако, должно быть правило, чтобы не Майдани скидали президентов, которые заворвались, а были определенные правила. Нужно делать очень много чего, поэтому Батьковщина позитивна. Пока краткий ответ. Довольны вы результатами этой недели? Так, они еще в процессе. Мы заработаем дивиться. Алексей Гончаренко, вопрос к вам, как к человеку из правовластной фракции. Как вы оцениваете количество полиции в эти дни в центре Киева? Если во вторник еще все это списывали на визит президента Мальты, то вот в четверг, когда этот визит уже был закончен, полиции меньше не стало. Почему? Как абсолютно адекватное, потому что мы имели информацию, и общество ее имеет, когда охрана с Акварелидзе покупала автоматы и гранатометы. Когда мы даже видели, вот посмотрите сейчас прямо на этих кадрах, видно, как протестующие избивают офицера полиции. За эти дни никто, не было ни одного момента, чтобы правоохранители нападали на протестующих. Зато моментов, когда протестующие нападали на правоохранителей, избивали правоохранителей, их было очень много. И, к сожалению, от организаторов этой акции мы ни разу не услышали извинения за то, что вот били правоохранители, за то, что били народных депутатов. Ни разу мы не услышали. А общая оценка такова. Мы еще раз увидели, и украинский народ доказал, что за деньги Майдан не соберешь. И весь этот замах на Майдан-3 закончился таким себе политическим октоберфестом, который сейчас там находится, если включить палаточный городок, там палаток больше, чем людей. Там человек 150 находится, они перекрывают, правда, одну из центральных магистралей Киева, непонятно зачем. Они вполне могли бы разместиться в Мариинском парке. Ну, вот такая результат. Спасибо, Алексей. Вот как долго все эти палатки простоят, я хочу спросить у Юрия Левченко. Юрий, а что дальше? Депутаты, как минимум, две недели в Верховной Раде не появятся. Смысл существования палаточного городка хотя бы в этот период? Я хочу бы, пожалуйста, значить, что неправда, когда было сказано, что полиция никого на кого не нападала. Я, особенно, был в посутней вечере 17-го, приблизно в 17-го ночи, когда полиция пошла в наступ и нападала на людей. И выкорствовался газ в другие моменты. И так же после этого был один раз напад на намет, когда 10 людей было затримано в середу и отвезено в Печерский райотделок. Это все факты, которые задокументованы над той самой полицией. Думаю, это просто щодо правды, не правды. Если говорить, что дальше, то вопрос получается, в политическом просветности, чтобы какомога больше украинцев знали, про что идет речь, чтобы какомога больше украинцев понимали, почему настолько важными есть эти требования протестующих. И чтобы какомога больше украинцев понимали и знали, что если не будет десятки тысяч граждан, широко оборванных, под стенами Виховной Рады, хотя бы десятки тысяч, а желательно сотни тысяч, то эта Виховная Рада никогда в жизни ни за что добы не проголосует. Юрий, а что Вы могли бы ответить тем людям, которые говорят, что эти протесты на этой неделе не были настолько популярными у украинцев, потому что были слишком уж заполитизированными? Общество, которое ждет экономического прорыва и думает больше о том, как выживать? Были эти дискуссии, были дискуссии, что до того, что до правильности или неправильности вимог. Насправді, безперечно, вимог для Виховной Рады мает быть набагато больше ризномодитных вимог. Так, это и поведение стратегических предприятий, это и деофширизация, деолихризация, де монополизация. Безперечно. Но что нужно понимать, что причина всех этих бед, откуда взялись эти проблемы в Украине, полягает в качестве парламенту, в качестве народных депутатов. То есть, если бы депутаты были бы качественными, если бы большинство Виховной Рады представляли интересы большинства украинцев, то тогда не было бы этих проблем. То есть, эти проблемы, другие, есть наслідки от этих первых причин, которые мы пытались, как раз я говорю, что нужно высунуть шляхом голосования за новые выборщие правила в открытом списке, шляхом скасывания депутатской недотраканности, потому что одна из важных моментов недотраканности, это то, что через нее как раз идуть Виховную Раду... О надотраканности чуть-чуть позже обещаем, обязательно поговорим. Давайте, вот хорошо, одно из требований создания антикоррупционного суда. Алексей, у коалиции достаточно будет голосов, чтобы выполнить это требование улицы? Ну, во-первых, о качестве. Безусловно, людей волнует качество депутатов, когда они видят, как депутаты поджигают мужские туалеты в Верховной Раде. Это очень высокая, качественная работа законодателя, и тут с этим тяжело поспорить. Что касается антикоррупционного суда, есть вывод Венецианской комиссии света Европы, который говорит, что два законопроекта, которые сегодня находятся в парламенте, зарегистрированы, оба не являются совершенными, и Венецианская комиссия рекомендует отозвать оба, сформировать один новый законопроект, который внесет президент. Президент готов это сделать, он предложил парламенту создать рабочую группу, чтобы наработать этот законопроект, и он его готов внести. Если оппозиция не захочет принимать участие в этой работе, то мы эту работу проведем сами и обязательно внесем этот законопроект. И хочу обратить внимание, что в проекте бюджетом 2018 год, по инициативе президента заложено финансирование антикоррупционного суда. И в следующем году он должен заработать. Алексей, теперь вы. Вот Юрий заговорил о качестве парламента. И в связи с этим я вспоминаю еще одно требование, это изменение правил проведения выборов. Вот вы честно верите, что в стране этот вопрос назрел? По каким только системам мы еще не выбирали. Но депутат, кристально честный и государственный, в стране так и не появился? Я бы поспорил с вами на что-то появился или не появился. Алексей отвечает на что-то качество. Качественные депутаты не расписывают в том числе и стены Берлинской стены, которые для немцев святые во многом. И я могу сказать, что я бы не сравнивал эти протесты с Майданом. Почему их возносит до статуса Майдана? Во Франции протесты, стотысячные выходят, протестуют против Трудового кодекса Макрона. В той же самой Германии, которую мы вспоминали, многотысячные протесты. В Каталонии протесты. То есть протест людей для того, чтобы давить на власть, для того, чтобы власть выполняла свои требования, которые я оповещала. Это нормально, это по-европейски. Украина идет в Европу, и это нормально. А я когда стоял на сцене, я вспомнил выступление своей на митингах в Донецке, когда мы организовывали проукраинские митинги под лозунгом Донецк это Украина. Я вспоминал десятки тысяч донечан, которые выходили под украинскими флагами. И я думал себе, а если бы нас было больше, возможно Донецк бы и оставался Украиной, если бы нас Киев еще не слил. Что касается выборчей системы, вообще все эти три требования, они для уменьшения вот этого коррупционного доступа в политику новых политических сил, качественных политиков, которые не хотят не владеть телеканалами и не используя телеканалы для того, чтобы вести пропаганду, не имеют возможности подкупать округа, но хотят служить людям. И вот эти все три требования, если в комплексе реализовать, они помогут обновить парламент и Батькивщина. Эти требования поддержат. Более того, все три законопроекта соавторы Батькивщины, и мы эти законопроекты подавали еще до вас. Спасибо, друзья, за ответы, но пока я вас не отпускаю, еще обсудим еще одно требование активистов, единственное, к которому политики, кстати, прислушались. Причем прислушались так, что даже успели направить в Конституционный суд законопроекты по отмене депутатской неприкосновенности. Только за последние несколько лет. Это уже вторая попытка уравнять депутатов в правах с остальными гражданами. В 2015 году Конституционному суду уже пришлось давать оценку подобному законопроекту. А вот когда впервые депутатов захотели сделать прикосновение, напомнит наша короткая справка. В этом году у него первый серьезный юбилей. У него полнимого обещания. Ровно 20 лет назад парламентарии пообещали отказаться от депутатского иммунитета. А в 2000-м по инициативе президента Кучмы даже всеукраинский референдум провели. Тогда 89% украинцев высказались за то, чтобы лишить избранников неприкосновенности. Но парламент результаты референдума просто проигнорировал. О снятии депутатской неприкосновенности активно заговорили в 2007-м. Причем говорили все, и президент Виктор Ющенко, и премьер Виктор Янукович, а наша Украина, народная самооборона, даже на выборы шла с громким лозунгом. Если бы народные депутаты жили так, как мы, они не получили бы 600 тысяч на дорогую квартиру. Или миллионы на закордонные выезжения и модные курорты. Наверное, тогда бы они думали про нас и наших детей. Мы скасуем недоторганность, пильги и привилеи для депутатов. Закон один для всех. Но жить как все депутаты так и не стали. Выборы прошли, кандидаты получили свои мандаты и прощаться с неприкосновенностью передумали. А об обещании тут же забыли. Политическая амнезия прошла ровно через два года как раз к президентским выборам. Нардепы даже на голосование законопроект вынесли, но благополучно провалили. Чтобы пробить крепкий депутатский иммунитет, не хватило буквально 20 голосов. Выборы прошли, а с ними поутихли и разговоры о снятии неприкосновенности. Новая попытка прикоснуться к слугам народа повторилась только в 2015-м. Дякую, шановные народные депутаты, за позицию. Нардепы сделали полшага на пути к обещанию. В первом чтении поддержали законопроект о снятии с себя и судей неприкосновенности. Но на этом остановились. Сегодня это решение принято. Оно будет направлено к Конституционному суду. Для того, чтобы отримать выяснение. Еще раз его проголосовать в Конституции Украины. И вот уже октябрь 2017-го. Но депутаты прикосновения не стали неудивительно. Ведь у народных избранников уж очень развиты чувство самосохранения и политический иммунитет. Один из тех депутатов, которые уже проверяют на себе, что означает жизнь без неприкосновенности, на этой неделе не смог улететь из страны. Борислава Розенблата сняли с самолета. Сам он говорит, что хотел всего лишь на пару дней слетать в Германию и вернуться обратно. Мол, нужно было пройти обследование в немецкой клинике. Вот только НАБУ ему не поверило. Розенблат утверждает, что заранее предупредил детективов об отъезде и даже предоставил копию обратного билета. Тем не менее, детективы поднялись на борт самолета, отправлявшегося рейсом в Кельн, и заставили депутата вернуться на украинскую землю. Со ссылкой на источник в аэропорту появилась информация еще и о том, что летел Розенблат не с пустыми руками, а с золотом и бриллиантами. Впрочем, наличие таких ценностей в багаже сам депутат отрицает. Мол, это была лишь бижутерия, которую он купил своим племянницам. Напомню, что неприкосновенности Розенблат лишился еще в июле. Тогда депутаты дали согласие на привлечение своего коллеги к уголовной ответственности. И хотя задержание и арест не разрешили, НАБУ и антикоррупционной прокуратуре хватило и такого половинчатого решения, чтобы в течение трех месяцев продержать Розенблата под запретом на выезд из страны. И залогом 7 миллионов гривен. Обвиняют депутата по двум статьям уголовного кодекса. Взятка и злоупотребление влиянием. Его даже исключили из фракции БПП. В минувший понедельник срок действия меры пресечения в отношении Розенблата истек. И только сегодня вечером удалось его продлить. Еще два месяца с электронным браслетом, плюс обязательство сдать загранпаспорт. И сегодня же НАБУ опубликовало разъяснение, зачем же детективы так грубо обошлись с Розенблатом и не дали ему улететь в Германию. Оказывается, депутат мог вывести из страны некие материалы, очень важные для следствия. Поэтому детективы изъяли у него планшеты и мобильные телефоны. На этих устройствах могут быть свидетельства общения Розенблата с другими фигурантами дела. Мы продолжаем разговор с народными депутатами. Напомним на студии Алексей Гончаренко, Алексей Рябчин и Юрий Левченко. Алексей Гончаренко, давайте начнем с вас. Вот вы к этой истории с вашим коллегой Розенблатом как относитесь? Думаете, он сбежать хотел, или вы верите в то, что он не виновен? Ну, во-первых, коллеги этого Ангела Меркель, которая пишет на священной Берлинской стене маркером, и там еще до нее сотни людей. Что касается вопроса про Борислава Розенблата. Но он же это не делает, потому что Украина, например. Да, он уже бывший депутат от Блока Петра Порошенко. БПП единственная фракция, которая исключила фигуранта коррупционного скандала из своего состава. Мы голосовали за снятие с него неприкосновенности. Мы исключили его из своего состава, в отличие от всех других коллег и всех остальных фракций, чьи фигуранты, чьи члены фракции оказались фигурантами коррупционных скандалов. Сегодня мы ждем от НАБУ результата, следствия. Хотим, чтобы оно было как можно скорее, чтобы дело было передано в суд, и в суде была оценена вина Розенблата. И никто его не защищает и не собирается это сделать. Понятно. Юрий, вот глядя на все эти мытарства Розенблата, наблюдают же их и народные депутаты, причем особенно внимательно. Вот после подобных историй вы верите, что найдется в Верховной Раде 300 голосов на снятие депутатской неприкосновенности? Ну, по-моему, в Вашей Chin Oil бы вы родите, что на커 грbery세� он никто на ДТОК riesenка не принимал. Потому что сознание на ДТОК – это 3 голосования. Это — дозвищ на утяжение, это дозвищ на затряние и дозвищ на арешт. А было голосование только по-первыхному. Эта история показывает, что может быть. Ну, ну нести этого события, не принимал, и я очень редко похвально правоохран zooара, но сейчас похвально Набу, что они, хотя это было порушение закона, что они сделали, но они молодцы, что они в этом случае порушили закон и его сняли из литака. Но на самом деле, похоже, что не было дозвола на его затримание, они не мали права это сделать, но слава Богу, что сделали. Так вот, если говорить, что найдется 300 голосов, на самом деле это зависит исключительно от одного чинника. Сколько украинцев будут под стенами Виховной Ради на момент возраста этого вопроса. Чем больше украинцев будет под стенами Виховной Ради, тем больше им виноват. То есть, если улица не заставит, то сведомость не прокинется. 100% не прокинется. Я понял. Алексей. Но даже если не найдется 300 голосов, то принципово довести это вопрос до остаточного голосования, оно даже никогда в истории не до последнего голосования не доходило, чтобы показать людям, наконец, список поименный и профакционный тих брехуней, которые перед каждым выбором и при каждом выборе говорят, как они за знание недоторганности, за скасование недоторганности, а потом за это не голосуют. У нас никогда такого списка не было. И я хочу, чтобы как минимум, как максимум, чтобы взгляд скасывали, а как минимум, чтобы появился такой список. Алексей, вы смотрите, Юрий правильно говорит. Все-таки идея снятия депутатской неприкосновенности, она очень популярна у нашего народа. Но все-таки есть критики, которые говорят, что сейчас еще не время. И депутатов это может сделать уязвимыми от давления извне. Вы что бы им ответили? Ну, во-первых, фракция Батичина голосовала за все поданья, которые были на всех коллегах коррупционеров, за голосование за снятие недоторганности и все законы мы отправили в Конституционную Ценуру. В этом проблем нет. Моя логика в том, что обмежение депутатской недоторганности... Приведем пример. Пришел к вам народный депутат, взял, поджег в вашу студию, и с ним полиция ничего сделать даже не может, потому что она с ним ничего не может сделать по закону. И нужно обмежение такое, что в суть, когда депутат совершает какие-то правонарушения, и его можно на месте этого правонарушения арестовать, посадить, и одновременно сообщить об этом парламент. Во многих конституциях стран мира есть такие вещи. Хотя бы надо начинать с таких вещей, если, как сказал мой коллега Юрий, не проходит 300 голосов. Давайте просто уберем беспредел, который делается для того, чтобы мы двигались дальше. Но нужно... Что говорят люди, которые против того, чтобы сейчас депутаты снимали на дорогу? Надо делать это одновременно. И с президента, и с судей. Не так, как с судей сейчас сняли, потому что у них раньше был БЛАД один, а теперь у них другой БЛАД, высшая комиссия, которая там решает, кто что. То есть с президента, с судей, с депутатов балансируем эти вещи, чтобы не сделать президента сильным, а парламент слаб. И тогда вот эта модификация может быть принята экспертом. Сейчас этот мяч находится на их поле. Алексей, как вы прогнозируете, когда можно ждать голосования по поводу снятия депутатской неприкосновенности? Мустафан Аем, например, прогнозирует, что решение Конституционного суда может появиться в парламенте уже в декабре этого года. Я даже думаю в ноябре. Уже неоднократно Конституционный суд давал выводы по этому вопросу. Мне кажется, что это может произойти достаточно быстро. В декабре мы можем проголосовать 226, и тогда в феврале мы можем голосовать 300. Я всегда голосовал за все вопросы по снятию неприкосновенности. И с удовольствием это снова сделаю. Но вот коллега Алексей, когда говорил, он сказал не всем правду. Потому что, когда, например, мы голосовали снятие неприкосновенности с Михаила Добкина, Юлия Тимошенко, например, почему-то не проголосовала. Такое удивительное случилось. Просто Юлия Тимошенко в целую неделю не было, были проблемы со здоровьем. Но в суе Юлия Тимошенко Юлия Греченка не может не упомянуть. Конечно, Юлия Тимошенко, у нее понятно, что была проблема со здоровьем. Боже, упусти. Она же ни в коем случае не могла покрывать Добкина. Я в это не верю. И никто не верит в украинском народе. Просто она неожиданно заболела. И Олег Лешко тоже заболел, видимо. И он тоже не проголосовал за снятие неприкосновенности с Михаила Добкина. Поэтому голосуют далеко не все. Ну, Олег Лешко в последнее время так верно подставляет плечо коалийца, Алексей, что не вам на них живут. Какая разница. Я говорю объективную правду. И, возможно, даже не стоит их гневить. Вдруг в очередной раз не выручат своими голосами. Мне не надо гневить или не гневить. Я хочу говорить так, как я есть. Один из таких примеров я сегодня, кстати, озвучу. Спасибо вам огромное за то, что принимали участие в эфире. Алексей Гончаренко, Юрий Лещенко и Алексей Рябчин. Нас три Алексея. Здесь слишком много Алексея. Да, да. Нас три Алексея. Можно запутаться. Были нашими гостями. Спасибо. Ну, и всю неделю параллельно с акциями возле Верховной Рады действовал и митинговый аттракцион у Нацбанка. Бабушки Рабиновича продолжают отрабатывать, так сказать, свой протест. Но вот на этой неделе организаторы применили просто-таки ноу-хау. Чтобы нанятые протестующие не уходили с митингов раньше, чем у них закончится проплаченное время. Теперь по периметру места проведения митингов Рабиновича есть специальные люди, которые отлавливают прогульщиков. Журналисты уже прозвали этих спортивных парней ловушками и советуют в следующий раз вокруг места проведения акции растянуть рыбацкие сети. Ну, чтобы было еще удобнее удерживать псевдо-митинговую вещих. Это подробности недели. Вот о каких темах мы будем говорить далее в нашей программе. Прайс на здоровье. Какие цены на лечение принесет украинцам реформа медицины? Обсудим суммы со многими нулями с Ольгой Богомолец. Пенсионная лотерея. Реалии осовременивания. Кто выгодал от реформы, а кто остался за ее бортом? Кровавое преступление и наказание. Помогут ли родственные связи уйти от ответственности очередной мажорке за рулем убившей пятерых человек? Медреформу проголосовали. Несмотря на протесты и очень жесткую критику законопроектов в профильном парламентском комитете, коалиция смогла провести через зал ключевой документ. О государственных финансовых гарантиях, оказания медицинских услуг и лекарственных средствах. 240 голосов за. И теперь идеи Ульяны Супрум становятся обязательными для всех украинцев. Впрочем, фракции, собственно, коалиции, БПП и Народный фронт мобилизовали за этот законопроект только 181 голос. Остальное добавили самопомощь, воля народа, нефракционные депутаты и самое забавное – радикалы Олега Ляшко. Еще недавно ляшковцы были категорически против медреформы Супрум. Но когда дошло до финального решения, как это часто с ними бывает, не смогли устоять и проголосовали. Наверное, уже в ближайшие дни узнаем, что именно радикалы выторговались за вот такое голосование. После одобрения этого первого законопроекта по медреформе с Ульяной Супрум встретился Петр Порошенко. Он приветствовал решение депутатов и призвал уже в ближайшее время проголосовать и за другие тематические документы. Приветствую всем важным результатом на шляху реформы, который объединен с реформой освяти, который объединен с пенсионной реформой, который объединен с медициной реформой. Еще одна важная позиция, до которой я хотел обратиться, это мой законопроект про сельскую медицину, про телемедицину. Я бы хотел, чтобы все те усилия, которые мы сделали для того, чтобы объяснить общество важность медической реформы, и сейчас так же были спрямованы на пояснение при подготовке к другому читанию этого законопроекта. Ну а сами депутаты до сих пор продолжают выяснять, в каком же виде принят законопроект. Законодатели успели обсудить почти 900 поправок. Большую их часть провалили, но некоторые все-таки были проголосованы. Например, исключено софинансирование. Теперь в нашей медицине должны быть только услуги, которые полностью оплачивает государство, и услуги, за которые полностью платит сам пациент. Тем не менее, некоторые депутаты утверждают, что софинансирование все-таки удалось вернуть в законопроект, перед решающим голосованием, и часть услуг может оплачиваться и государством, и пациентам, чтобы люди просто не разорились на лечении. И вот это не пустые слова, разориться на лечении. Да, все понимают, что полностью бесплатной медицины в Украине давно уже нет, но все-таки часть расходов государство покрывало, и врачи уже сами могли решать, так сказать, с кого и сколько взять. Теперь вольницы не будет. Цены будут устанавливаться централизованно. А вот какими они станут, официальных подсчетов Минздрава пока нет. Но вот, например, Ольга Богомолец опубликовала документы, из которых виден, так сказать, порядок цифр. И это шокирует. Десятки и сотни тысяч гривен. Если пересчитать такие тарифы в средних пенсиях или зарплатах, то вывод может быть только один. Лечение в Украине наверняка может стать недосягаемой роскошью. Будем разбираться сегодня в этой теме очень подробно. Что конкретно изменится для пациентов? Что конкретно для врачей? Не закончится ли все это масштабными протестами? И есть ли вообще шанс, что эту реформу реализуют полностью? Начнем с материала Инны Томиной. Несколько месяцев баталии вокруг медреформы и рецепт выписан. 240 депутатов дают старт коренным изменениям в системе. Сначала преобразуют первичное звено. Никогда не может быть платным. Это первая ланка, экстренная медичная помощь, палиативная помощь, ликование детей с 16-го года, пологи. Ульяна Супрун в Куларах активно рекламирует свою реформу. Вот только даже после ее объяснений остается слишком много вопросов без ответов. Предварительно на каждого пациента в год государство будет выделять 375 гривен на бесплатные услуги. Но как можно уложиться в столь скромную сумму? На эти деньги пациент не может достаточно обслуживаться. Не достаточно для ликования, может быть, где-то в стационаре, где-то в амбулаторе, в день-то в стационаре. Ничего не прописано. На остальные услуги врачей Минздрав каждый год будет устанавливать цены по специальной формуле. Сейчас пока над этим думают и составляют перечень того, за что государство платить не будет. За день до принятия реформы предварительные тарифы обнародовала депутат Ольга Богомолец. Суммы впечатляют. Кардиооперация от 60 тысяч гривен, удаление камня в желчном от 30 тысяч. При этом будут ли льготы для малообеспеченных и пенсионеров? Нет ни слова. А вот контролировать все финансовые потоки в медицине станет новая структура над службой здоровья. Хотя ее функции уже выполняют органы местной власти. Но вместо децентрализации теперь контролировать все будет один орган. И на его нужды обещают выделять не менее 5% от ВВП. Весьма лакомый кусок для коррупционеров. Ця национальная служба здоровья сама будет заключать договоры с лековной установкой, сама будет платить за уже выполненную работу медикам. Вона сама будет на свой властный рост распоряжаться на наступном росте. 96, а может даже больше, миллиардов гривен будет сконцентровано в руках одния службы. И дивно еще то, что согласно закону 63-27, эта служба будет сама себя и проверять. Кроме финансов, надслужба здоровья должна контролировать качество медуслуг и быть посредником между пациентом и врачом. Ведь теперь путь в больницу будет лежать через договор. Вместо обычных участковых терапевтов появятся семейные врачи. И каждого пациента обяжут заключить с ним контракт. Лекарь загальной практики терраса семейной медицины, глянувши пациента, он проведет ему комплекс, например, тех обслуживаний, которые будет считать за необходимым. Загальный анализ крови, загальный анализ лечения, биохимия крови, электрокардиограмма, вымеряет ему уровень сукру. До ноября люди должны выбрать, у кого лечиться. Задача не из легких, считают сами врачи. Это Татаровская сельская амбулатория в Ивано-Франковской области. Здесь обслуживают людей из близлежащих горных сел. За два месяца врачам придется обойти более 5000 пациентов. И десь в листопаде месяце я уже буду идти безпосередньо, сколько в день успею, по хатах, так сказать. Хто здоровый, кращий, то будут приходить сюда. Мы запрошуем в амбулаторию и будем записывать, они будут писать заявы. Населено раскидано, радиус обслуживания у меня так, как 15 км. И на один выклик, как по нормативу, в моих тигурских условиях пів години, то у меня деколи идут две години. Заработки врача будут напрямую зависеть от количества обслуживаемых пациентов. Но не пострадает ли в этом случае качество? Еще одна новация реформы – электронный реестр. Идея хорошая, вот только для украинских реалий – это вызов. Во-первых, его не могут запустить уже три года. А во-вторых, треть украинских больниц не то что к интернету не подключены. У них даже качественной телефонной связи нет. Закарпатье, Ставное. Село Горное, отдаленное от райцентра. Километров 40. Здесь даже нет газа. В местной амбулатории еще печное отопление. О медреформе здесь слышали, но как ее внедрять – не понимают. Это база данных пациентов. В амбулатории ни компьютера, ни денег нет. Не готовы. Компьютера у нас нема. Все у нас через бумажную работу. Не готовы. Коста нет. Нам даже не дают денег на пориску и поколку дорогу. Есть в Ставном и пункт скорой помощи, который обслуживает 16 сел. На все экстренные вызовы вот это одна газель. Машина хоть и не старая, ей всего 7 лет, но поездив по горным дорогам, уже почти разваливается. Заднюю дверь водитель закрывает деревянным клином. Ужасно. Каким макаром? Потому что тут уже ничего не работает нормально. Чтобы доехать на этой скорой до крайнего села Люта по горным дорогам, нужна около 50 минут. Поездка экстремальная. Не каждому здоровому удастся ее пережить без последствий. Тут уже заду тяжко. Тут уже трясает. То, что реформа нужна, местные медики не спорят. Вот только изменения необходимы системные. Как минимум, люди должны быть уверены, что при необходимости быстро доберутся до больницы, в которой будут нормальные кареты скорой помощи, все необходимые лекарства и врачи. Инна Томина, Жанна Дучак, Марина Коваль, Юрий Ковалев, Зиновий Автонас и Валентин Беличев. Подробности недели телеканал Интер. Но вот подписать законопроект по медреформе спикер Андрей Порубий и президент смогут не раньше 7 ноября. Трое нардепов, внефракционный Олег Мусий и представители оппозиционного блока Игорь Шурмай и Михаил Попиев зарегистрировали проект постановления об отмене решения Рады. И пока депутаты не рассмотрят это постановление, медреформа в силу не вступит. Итак, насколько серьезны планы оппонентов медреформы и есть ли шанс ее остановить? Это вопросы для Юрия Бойко, лидера оппозиционного блока, гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Ну, ваша фракция очень жестко выступает против медицинской реформы. Вот вы действительно верите, что ее удастся остановить? На самом деле мы будем бороться, поскольку мы считаем, что это абсолютно антинародное и страшное для страны явление. Но как можно было создавать коррупционного монстра, единое центре агентства по распределению всего бюджета Министерства охраны здоровья, 97 миллиардов, без участия местных органов власти, самочинно как-то в центре, чиновники понимают решение, кого финансировать, а кого нет. Прямой путь коррупции и разрушения всех принципов децентрализации. А второй момент это, как можно было узаконить платную медицину, нарушение Конституции, когда люди доведены до нищеты и вообще им нечем платить. У нас никто не против и все за то, чтобы реформировать медицину. 75% населения считает, что медицина работает плохо. Мы предложили свой вариант. Давайте не выдумывать велосипед. Вот эти 75% хотят оплачивать. Естественно, люди сейчас уже в шоке. Мы говорим, давайте сделаем, не надо выдумывать велосипед, давайте сделаем так, как пошел весь мир. Сделаем страховую медицину в классическом виде. Государство платит за пенсионера, есть страховые компании. За работника платит работодатель. На эту сумму мы даем им льготы по тарифам, по налогам. И это люди понимают, кто за них будет платить. А что делали сегодня? Сегодня просто узаконили платную медицину и сказали людям, выбирайтесь как хотите. Может, ваше предложение не нашло отклика, потому что оно не включает новосозданную службу, которую нужно создать по охране здоровья, который предрекает бюджет минимум 70 миллиардов. Которая будет делить деньги в ручном режиме. Это прямой путь коррупции. Хорошо. А какие-то предохранители уже сейчас можно предусмотреть, ввести в действие, в законодательное русло, чтобы не было коррупции на этом уровне? Вот мы хотели их ввести, мы вводили, предлагали свои поправки. Они, к сожалению, были отвергнуты, поэтому наша фракция сегодня собирает подписи, и мы будем обращаться в Конституционный суд, для того, чтобы этот закон был признан незаконным. Точно так же мы сделали по закону об образовании. И когда нам апологеты этих законов говорили, что они хорошие, что давайте их примем, то у нас встречное предложение. Мы за. Если вас устраивает закон об образовании, вы считаете его прогрессивным, и медицинской реформы, забирайте своих детей из Лондона и швейцарских школ, учите их здесь и лечитесь здесь тогда. И это будет тогда справедливо, люди поймут, что вы вместе с ними переживаете эти трудности. Вы знаете, это вы озвучили одно из самых популярных пожеланий в соцсетях после принятия медицинской реформы. А второе пожелание мне высказали, и мы высказали, что те депутаты, которые голосовали за медицинскую реформу, должны заключить договор с семейным врачом, и этим семейным врачом должно стать исполняющий обязанности министра здравоохранения. Вот если можно ей доверить реформу, почему ей не доверить тогда свое здоровье, пусть они так и делают. Число министра ей доверят, поговаривают в кулуарах, чтобы какой народный фронт хотели после именно голосования за медреформу назначить Супром все-таки уже министром. Я не знаю, что будет делать народный фронт. Мы считаем, что сегодняшнее действие руководства Министерства здравоохранения, особенно ее инициатива, когда она предложила сделать платные роды, в условиях, когда у нас в стране падает население, демографический кризис, и государство наоборот должно стимулировать рождаемость, это свидетельство, как минимум, о диком непрофессионализме. Поэтому мы никогда не проголосуем за кандидатуру сегодня исполняющей обязанности господин Супрун в качестве министра. Давайте поговорим о других вопросах, за решение которых очень активно боролись на этой неделе в Раде. Что может тоже закончиться голосованием за? Например, отмена неприкосновенности, антикоррупционный суд, изменение правил проведения выборов. Ваш прогноз. Наша позиция, я могу сказать, позицию нашей политической силы. Мы выступаем за то, чтобы была отменена неприкосновенность всех, кто ее имеет. Это президент, судьи, они сейчас завуалировали эту неприкосновенность и думают, что обманули общество, и народные депутаты. Потому что этого хотят наши избиратели. Люди хотят справедливости, люди хотят, чтобы в сегодняшней ситуации все были ответственны перед законом. Касательно антикоррупционного суда, мы высказали свою позицию, мы против этого. Потому что мы считаем, мы когда голосовали за судебную реформу, наша фракция за это голосовала, мы считаем, что наиболее коррумпированная сегодня отрасль, это судебная, должна быть реформирована, и все суды должны быть справедливыми. И поэтому, если идти по логике создания антикоррупционного суда, то надо принимать решение о создании суда для карманников, для домушников, медвежатников, депутатов, военных и еще кого-нибудь. Штук 10 их наплодить. А суд должен быть один, он должен быть справедливым и отвечать и руководствоваться законом. И последний вопрос касательно изменения закона о выборах. Мы за то, чтобы была отменена мажоритарная система сегодня. Была пропорциональна, потому что в условиях, когда сегодняшняя власть довела народ до нищеты, во что превращаются мажоритарные выборы? Просто приходят и скупают голоса. И люди от отчаяния, от того, что им надо прожить, продают свой голос за какие-то деньги. Мы катерически против, это путь к политической коррупции. Еще одним прогнозом поделитесь. Как вы считаете, митинги, которые активизировались во вторник на этой неделе под Верховной Радой, они доживут до следующей пленарной недели? Киевляне их однозначно не поддержали. На свое мнение, эти митинги были устроены внутри правящей коалиции, произошел раскол. Часть людей выбросили из власти, и они, естественно, этим недовольны, и они хотят в той или иной мере вернуться к власти. Это было чисто внутри бывшей коалиции разбирательство, которое не имеет ничего общего с возмущением народа. Поэтому мы катерически против подобных явлений, поскольку они могут быть еще объектом провокации, и может пролиться кровь, как это было в 2015 году, когда на таком митинге взорвали гранаты, убили четырех нацгвардейцев, и до сих пор никто не понес наказание. И, кстати, когда мы поддерживали законопроект внесения в Конституционный суд о снятии неприкосновенности с депутатов, то мы одновременно, и в язву оппозицию нашей фракции, мы требуем отчета правоохранительных органов, их руководства о расследовании резонансных преступлений, которые произошли в стране, которые, в общем-то, породили обстановку хаоса и неуверенности у людей. Мы требуем, чтобы руководители этих органов отчитались, как они расследуют. Убийство журналистов, взрыв четырех арсеналов в течение года военных, расстрел пяти полицейских куняжичек, взрыв той же гранаты, когда убили четырех нацгвардейцев. Я боюсь, что список будет очень долгим, если еще продолжать и продолжать можно. Этот список, к сожалению, можно продолжать. Поэтому у нас большие претензии к правоохранительным органам. И непонятно, зачем в новом варианте бюджета этого, им еще больше увеличиваются выплаты. Когда они не справляются, по нашему мнению, с тем хаосом преступности, которая есть сегодня. Спасибо, Юрий Анатольевич, за то, что присоединен к нашему эфиру. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели. Мы продолжим еще одной базовой реформой, которая была принята этой осенью и уже начала работать. Пенсионная. Вот только новые выплаты вызывают очень много вопросов у пенсионеров. У одних повышение на несколько сотен гривен, а у других на несколько тысяч. Чем объясняется вот такая разница и когда ждать следующее повышение пенсии? Обсудим это во втором части нашей программы после рекламы. Прайс на здоровье. Какие цены на лечение принесет украинцам реформа медицины? Обсудим суммы со многими нулями с Ольгой Богомолец. Пенсионная лотерея. Реалии осовременивания. Кто выгодал от реформы, а кто остался за ее бортом? Кровавое преступление и наказание. Помогут ли родственные связи уйти от ответственности очередной мажорке за рулем, убившей пятерых человек? Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом. Мы продолжаем. И продолжаем разговором о том, сколько же теперь придется платить за лечение в украинских больницах. Теперь, когда Верховная Рада сделала законом реформаторские идеи Ульяны Супрун. Буквально через несколько минут у нас в студии будет Ольга Богомолец, глава профильного парламентского комитета и один из самых заметных критиков нынешнего Минздрава. С ней и обсудим те шокирующие цены, о которых она сообщила на этой неделе. Ну а сейчас, как ни странно, Соединенные Штаты, казалось бы, это одно из самых благополучных государств на планете. Но уже не первый год и не первый президент там спорят о том, каким должно быть национальное здравоохранение. И это на самом деле тема номер один в Америке. Почему Барак Обама считал свою реформу здравоохранения исторически важной для США? И почему Дональд Трамп пытается теперь ее отменить? Выяснял Дмитрий Анопченко. Налоги, цены на бензин и стоимость медицинской страховки. Для большинства американцев именно это, а вовсе не внешняя политика страны, критерий эффективности власти. Вопрос, который способен объединить или наоборот. Америка сейчас разделилась. Кто-то категорически против Обама Кэр, кто-то как жить без нее не представляет. Социологи недавно решили выяснить, отчего же американцы боятся больше всего. Провели масштабные исследования, предложили на выбор 80 самых серьезных угроз. И установили, огромная часть общества боится загрязнения рек и озер. Очень многие американцы напуганы ядерной программой КНДР и возможностью третьей мировой войны. Но в этом антирейтинге есть и две топ-позиции, два самых больших страха. Вот посмотрите, 74% населения, больше чем две трети жителей Америки, сказали, что их пугает возможность коррупции. И 55% американцев, больше чем каждый второй, признались, они напуганы будущей отменой Трампом Обама Кэр, медицинской реформы. Только потому, что они не понимают, что в этот момент изменится в их жизни. В этой клинике в Стате Вирджинии уже с 6 утра занимают очередь. Приходят рано, лишь бы только к врачу попасть, ведь работают тут бесплатно. Принимают тех, кто остался без работы или пособия, а значит и без полиса. Сейчас у каждого есть хотя бы шанс снова получить страховку. Но если систему поменяют, лишив всех нас такой возможности, кто после этого сможет помочь? В этой клинике пока справляются, но уже решили для себя. Скорее всего, закроются, если из-за предложения Трампа в Конгрессе все-таки проголосуют. Ведь помочь всем желающим уже не смогут, а одним отказывать, а других принимать тоже ведь неправильно. Теперь столько всего поменяется. Мы и рады были бы, если бы наши услуги вообще не были нужны. Но реальность такова, что изменения коснутся слишком многих. В бюджетном управлении Конгресса подсчитали, после отмены Обамы Кэр всего за несколько лет 32 миллиона человек останутся без страховки. А значит и без медицинской помощи. Идея Обамы вроде бы выглядела просто. Сделать медицину доступной. Подписание указа в 2010-м аплодисментами встретили. С этого момента каждый под угрозой штрафа обязан был иметь страховку. Налоги на медицину подняли. Взамен ввели льготы и субсидии для неимущих. За тех, кто не может купить полис, платит государство. В итоге бедные страховку действительно получили. Но для остальных ее цена выросла. А качество медпомощи откровенно ухудшилось. Не поверите, в этой стране медицинскую реформу пытается провести каждая администрация еще со времен Второй мировой. И если честно, все предлагают. Но результата ведь до сих пор нет. Зато все обещали, будет универсальный план. Не исключение команда Трампа. Вместо Обамы Кэр Белый дом сейчас просит однопартийцев принять документ на 120 страницах, который сами авторы назвали лучшим в мире планом по здравоохранению. Но конгрессмены его раз за разом проваливают. Кто-то изменения считает недостаточно глубокими, кто-то уж слишком жесткими. Но не менять ничего тоже нельзя. Ведь дошло до того, что страна стала тратить на здравоохранение рекордные 18% от самого большого в мире ВВП. А вот для Дональда Трампа отмена главной реформы своего предшественника – это не только выполнение предвыборных обещаний, хотя именно с этим лозунгом он прошел всю избирательную кампанию и получил серьезную поддержку, но и возможность залатать дыры в государственном бюджете. Трамп во всеуслышание заявил, за ближайшие 10 лет он намерен сэкономить огромную астрономическую сумму – 4,5 триллиона долларов. И 250 миллиардов из них – это как раз деньги, которые бюджет получит из-за того, что не будет финансировать Обамакэр. В итоге старую реформу Белый дом торпедирует и свою провести пока не может. Споры, митинги, протесты. А в бесплатной клинике в Вирджинии очереди все больше. Стараются успеть. Слишком многие чувствуют, что перемены скоро. Не похоже, что для большинства это будут хорошие новости. И если уж что-то менять, то по идее менять к лучшему. Правда? И может, пока не поздно, власти еще раз подумают. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Но вернемся все же к болезням нашего здравоохранения. Итак, есть ли хоть одна хорошая новость в медреформе от Супрун? В гостях у подробности недели Ольга Богомолец. Давайте с этого и начнем разговор. Ольга, здравствуйте. Спасибо, что присоединились. Должен отметить, что вы настолько жестко критикуете идеи Ульяны Супрун, что мне хочется спросить, ну неужели там нет ни одного здравого зерна? Или в целом все направление настолько неправильно выбрано, что даже если есть негативные моменты, то они нивелируются? То есть положительные моменты, то они нивелируются? Для меня я позитивных моментов в том, что построено и запропоновано, не вижу. Поясню, почему. Потому что кто-то строит Америку с свободным рынком медицинских послуг, который, в принципе, доступен только многим. Ты много, пожалуйста, у тебя все будет. А если ты бедный, ты никому не нужен. Это либеральная модель взглядов на жизнь. Это либеральная модель рынковых взаимоводносин. Я не буду такую страну. Я бы пришла в владу, в страну Травворня, чтобы сбудовать социально справедливую страну. Что это такое? Когда ты хворый, ты понимаешь, что ты не продаешь остальное, чтобы выжить или вырятовать свою дитину от онкологии. Что у тебя есть страна, в которой ты есть гражданин. И эта страна тобой будет обеспечиваться, когда тебе сложно. А когда ты выдержишь, ты будешь работать на эту страну и сплачивать податки, чтобы она помогла другим. Пока вы говорите, что в духе нашей Конституции. Мне прописано, напомню, что мы государство социальное. И я буду именно такую страну. Я против либеральной модели. Сейчас в Украине запропонована, и те депутаты, которые не теснули кнопки, большинство из них даже не понимали, за что они голосовали. Они проголосовали за то, чтобы у большинства украинских людей не было доступа до высокоспециализированной допомоги. Кстати, давайте вот об этом поподробнее, потому что слишком уж болезненно эта тема. Вы на этой неделе дважды, да, кажется, в соцсетях публиковали некие расценки за, так сказать, продвинутые медицинские услуги. Если честно, меня эти цены очень шокировали. Откуда у вас эти данные? Ведь Минздрав пока эту информацию, ну, может, скрывает, а может, не имеет, говорит, что еще просчетов не было. Ольга, некоторые примеры я вас попрошу привести. Ну, не все читают вашу страницу в соцсетях. Смотрите на страницу Facebook и посмотрите. Элементарные травмы, травма колена, травма лиття. Это может происходить с каждой человеком. Желчный михур, гипертония, инфаркты, инсульты. Это ценность от 50 тысяч гривен до 300 тысяч гривен. Не буду там выходить в детали. Я сегодня опубликовала более широкий перелик, потому что из всех сторон пишут, звонят, говорят, опубликуй. Это официальные расценки, которые подали медицинские услуги. Они еще не подтверждены МОЗом. Главное, не подтверждено, что будет сплачивать государство, а что перекладется на людей. И вся плановая допомога, то есть, если тебя не везут в швидкий и в лекарню, а в швидкий, соответственно, до новой реформы, не будет лекаря. Это означает, что он будет только медицинский такси. Смотрите, но справедливости ради, давайте все-таки отметим, что сейчас тоже приходится платить. Конечно, но проблема именно в том, что сейчас я за реформу охороны здоровья. Но что нужно сделать? Какая наша мета? Моя мета – ввести в Украину обовязковое медическое страхование. И то, что вы спросили, что есть доброе. Доброе и то, что я могу исправить ошибку, которая сделана. Чем быстрее мы введем обовязковое медическое страхование, которое построит социально справедливую медическую систему в стране, тем больше шансов у нас будет зберегать жизнь людей. Сейчас платят те, у кого есть деньги. И эта реформа, которая, в основном, была проголосована, вона для тех, у кого есть деньги. А мое завдание – помочь тем, у кого денег нет, кто помирает. Ольга, вот поправьте меня сейчас, если я ошибаюсь. Но не было бы логичным ввести вначале в стране страховую медицину, а затем уже заниматься подобными реформами. Безперечно. Почему этого не было сделано? Потому что завдание этого закону – централизовать 100 миллиардов гривен. Не миллионов, миллиардов. В одни руки. Это те субвенции, которые есть сейчас у регионов. Национальная новая агенция их забирает. Правда, это будет не в следующем году. Оттерминовали до следующих выборов. И одна новая агенция будет теперь обеспечиваться всем этим 100-миллиардным бюджетом. В сравнении с тем, как это делали раньше в регионах. То есть, завдание этого закону – централизовать деньги. Больше ничего. Воно не дает ничего людям. Не повышает качество. Но лекарь не понимает, что они будут, и какую зарплату они получают. В соответствии к рассчитанным бюджетным резолюциям, ну, в пропозиции, не резолюции, те деньги, которые закладены на следующий год на зарплату лекарям, если лекарь из семейной ланки первой получают 16 тысяч, то из трех лекарей двоих нужно сократить. То есть, нас ожидает в последствии этой реформы. Скорочение лекарей не прогнозовано. Скорочение лекарей – и это одна из самых больших втрат, которая будет в нашей стране за этот год реформаторства, молодого реформаторства, или нового реформаторства. За последние два года из страны выехали 66 тысяч медиков. Вы прогнозируете, что выйдет теперь еще больше. Теперь выйдет еще больше, потому что эта специализована допомога, человек не сможет сама обратиться в лекарню. Лекарь будут массово высокоякосные, квалификованные, которые имеют опыт. Они будут выезжать. Их сейчас принимают. Польша открыла, Литва открыла. Почему? Потому что, когда те страны сделали реформу, они не додумались поднять лекарям с начала зарплаты, чтобы сохранить этот кадровый потенциал. Поэтому лекарь выехали. И до чего это приведет? До того, что в Украине утворятся черги. Через три года, так как сейчас 65 тысяч батьков не имеют, куда дитину сдать в садочек, будет нормальным явищем, ждать чергу до кардиолога. Верховной Радой четверг. Его еще можно подкорректировать? Он обратный ход какой-то. Возможно или нет? Этот закон хибный по своей сути. Он делает медицину для многих. Для тех, которые могут заплатить. Понимаете? То есть, государство платит за швидку допомогу в медицинском такси, за семейного лекаря и за пересмертное знеболение. Что будет делать человек, которая знает, что ей нужно, за выделение камня в жорчном михоре, платить десятки тысяч гривен? Она будет ждать, пока у нее заболит, живет так, начнется перетонирование, чтобы ее привезла швидка. И люди богатые будут хворить больше. Это стандартно абсолютно. Почему? Потому что они будут платить, их будут лучше обследовать, больше выявлять. А люди бедные, у которых нет денег, они будут помирать скорее. Это рынковая модель охраны здоровья, которая работает в том числе в США. Я не хочу строить такую модель тут. Поэтому я буду наполягать, чтобы еще в этом году был включен закон про загальнообовязковое медическое страхование, который позволит эту проблему недоступности вторинного и третинного уровня вырешить. И это будет порядок тунок. Этот закон перекриет сверху эту ошибку, которая была сделана. И которая приведет, если мы этого не сделаем, приведет к увеличению смерти. До того, чтобы квалифицированная помощь будет людям недоступной. А мета этого закону консолидовать и собрать 100 миллиардов. И иметь на них влияние. И иметь на них распространение. Спасибо. Ольга Богомолес, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения. Была гостью подробностей недели. Спасибо вам за то, что разъяснили многие моменты. Ну, а мы продолжаем нашу ревизию реформ. И теперь давайте поговорим о пенсионной реформе. Министр социальной политики Андрей Рева сегодня в Верховной Раде отчитался о том, что повышенные пенсии уже получили около 10 миллионов украинских пенсионеров. Средний размер пенсии теперь увеличился более чем на 500 гривен. Звучит это все, конечно, впечатляюще. Но вот только среди пенсионеров уже хватает и недовольных. Почему? Одни украинцы получили доплаты в несколько сотен гривен, а другие в несколько тысяч. Евгения Коваленко продолжит тему. С самого утра возле отделения банка собираются пенсионеры в ожидании обещанного повышения. Ведь прибавки к пенсиям должны получить более 10 миллионов человек. Но диапазон выплат очень широкий. Одним добавили 50 гривен, другим несколько тысяч. В целом же средняя пенсия в Украине выросла на 500 гривен. Пенсионерка Нелия Мищенко почти 60 лет проработала библиотекарем. Ей пенсию повысили вдвое. У меня было 1986, сейчас у меня 4. Сколько? 4, 223. Раз такое дело, решили с мужем золотую свадьбу отпраздновать. Раскошелились на 300 гривен. Видите, там такой красивый пирог. И здесь пирог, да. Еще я очень люблю сыр дорублю. Поэтому с пенсией себе могу позволить. А вот мужу пока не добавили ни копейки. Он всю жизнь проработал на заводе начальником лаборатории. У меня пенсия неплохая. 4,5 тысячи. Я надеялся, что здесь будет какой-то пересчет по новостным пенсиям. И еще надеюсь. Одни из самых высоких пенсий в Украине будут получать шахтеры. Константин Недайвода уже 10 лет на заслуженном отдыхе. 25 лет проработал на шахте в Червонограде. Ему пенсию повысили на 3,5 тысячи. Кому там предвыщено на 2 с лишним тысячи, кому на 3 с лишним. То есть, если шахтер прорачивал богато на таких сложных работах, там в лаве, то они, наверное, имеют 10-800. А вот о спецпенсии можно забыть. Ее отменили. Исключение силовики и военные. Все остальные – ученые, госслужащие, прокуроры, судьи, депутаты – никаких доплат не увидят. А еще реформа упраздняет пенсии за выслугу лет. Под отмену льготного стажа попали чернобыльцы, медики, педагоги, шахтеры, химики, металлурги, летчики и соцработники. Свою пенсию можно рассчитать и самостоятельно, по единой формуле. Теперь размер выплат пенсионерам зависит от средней зарплаты по Украине за последних 3 года, собственной зарплаты и трудового стажа. Многие пенсионеры жалуются, почему люди с одинаковым трудовым стажем получают разную пенсию. В пенсионном фонде заявляют, не стажем единым. За однаковых показників размеры пенсии мають бути однакові. И суть этого подвищения в том, что чем больше человек имеет стаж, чем выше у нее коэффициент заработной платы, а, власне, выше зарплата, с которой сплачувались внески в солидарную систему, то тем эта людина матимет вищий размер пенсии. Несмотря на 27 лет педагогического стажа, пенсию Елене Адаменко повысили всего на 500 гривен. Теперь она получает чуть больше 1700. Говорит, этих денег хватает только на лекарства, поэтому приходится подрабатывать в косметической фирме. Ну, туалетную водичку продала, ну, помадку продала, ну, вот такую копеечку, вот такую подработала, понимаете, вот такую. Вот, и я этому счастлива. Но и этого мало. Вся надежда на мужа. Я все время мужу говорю, ты меня любишь, люблю, живи, потому что без твоей пенсии я просто умру. Моя пенсия 8 350 гривен на сегодня. Сколько мне добавят или не добавят, я узнаю в следующем месяце. Он 30 лет проработал летчиком, облетал почти весь Советский Союз. Анатолий и Елена Адаменко нетипичные пенсионеры. Несмотря на все трудности, они наслаждаются жизнью. Все, я выбрала. Ну. Все, все, с тебя причитается, дорогой. Мы хотим куда-то поехать, мы хотим что-то вкусненькое скушать, мы хотим съездить в санаторий, мы хотим сходить в гости. Мы год собирали копейку-копейки и пробыли 10 дней в санаторий. Но есть еще одна новость для работающих пенсионеров, таких как Елена Адаменко. А всего их в Украине полмиллиона. 15-процентный налог на пенсию для них отменили. Но люди все равно боятся, что останутся без субсидий. Ведь доходы выросли. В Минсоцполитике успокаивают. Повышение пенсии на это не повлияет. По крайней мере, нынешней зимой. Субсидии сократят уже в следующем году. Субсидия рассчитывается таким образом, что человек платит не больше 15% своих доходов за коммунальный пост. Потому что если увеличится доход, то опять же 15% из этого дохода будут потрачены на коммунальный пост. И на эту же сумму уменьшится субсидия. Более того, эксперты прогнозируют, что повышение пенсий приведет к скачку цен. Но пока большинство пенсионеров повышению, безусловно, рады. Хоть и понимают, слишком щедрым государства к ним не будет. Евгения Коваленко, Галина Якушко, Марьяна Бурякова, Василий Миновщиков и Валентин Белич. Подробности недели телеканал Интер. И чего ждать пенсионерам дальше? Как оценивает вот такую реализацию пенсионной реформы ее инициатор, премьер-министр Владимир Гройсман? Эти вопросы зададим сейчас самому премьер-министру. Он на связи со студией подробностей недели. Приветствую вас. Скажите, многих пенсионеров смутила разница в выплатах. Кому-то добавили по 100 гривен, кому-то по несколько тысяч. Вот вы не опасаетесь, что именно из-за этой разницы многие пенсионеры останутся попросту недовольны, ведь рассчитывали на большее. Насправді, пенсионная система, реформу, которую мы сделали, она предпочитает в рахунках пенсии 9 миллионов пенсионеров из 12. Но самое главное, что мы формуем правильную пенсионную систему. В чему разница сегодня пенсии? Ну, по-перше, те люди, которые выходили в 2015, 2016, 2017 годах, у них у сучасния может быть и меньше. Но те люди, которые раньше вышли на пенсию, и пенсия им не перераховалась, могут быть и больше нарахований. Но суть полягает в том, что самая справедливость в том, что те, кто больше работал, больше работал отрахований, они сегодня получают и больше пенсии. И, на самом деле, это от 200 гривен в месяц и до больше, чем 5 тысяч гривен. Поэтому тут самое главное, что мы сделали абсолютно справедливую систему. Кто больше работал, то и получил и больше пенсии. Наступный перерахунок пенсии будет в 2019 году, где будет тоже врахована и инфляция, 50% инфляции, и 50% взрослания средней заработной платы по краю. Поэтому в 2019 году мы будем иметь еще одно масштабное подвышение, и это тоже результатом этой реформы. А вот что бы вы ответили тем политикам, которые пророчат украинцам тысячи проблем от реализации медреформы? В том виде, в каком ее предложили и Кабинет Министров, и Минздрав. Ведь даже глава профильного комитета Верховной Рады, Ольга Богомолец, категорически против медреформы. Мы только что это слышали в эфире нашим. Верховной Рады, Ольга Богомолец, были качественно обеспечены всем необходимым. Для этого нам нужно было изменить систему финансирования. И мы это сделали. Другая позиция, которая очень важна, она должна быть доступна и с точки зрения финансирования. Поэтому мы будем финансировать каждую медицину послугу для конкретного гражданина Украины, что очень важен. Это делают много страны, и сделали это успешно. И не в последствии, мы в складовой реформе, в том числе, есть смена системы оплаты праці самих медиков. Настав час, когда медик должен получать абсолютно достойную заработную плату, открытую и в белую, а не так, чтобы смотреться в руки пациентов. Но это процесс, и этот процесс, это важная работа. И первый результат, я еще раз наголошу, мы получаем через несколько лет. А тем, кто были против, что я могу сказать, если все их влаштовывают, как я сегодня. Меня не влаштовывают. Я считаю, что нужно брать на себя ответственность. Нужно закатывать рукави и делать серьезные работы и изменения. Я буду делать сейчас группу проведения проекта. Все, кто хочет долучиться до позитивных изменений в охране здоровья, они имеют такую возможность. А те, кто хочет критиковать, они ничего в наше життя не привносят позитивного. Ну, постоянно, только включаешь и чути, то погано, это погано, то не так, то не все. Но по великому рахунку у многих, кто сегодня критикует, был не один шанс в своем жизни что-то изменить в стране. Но они этого не делали. Наоборот, все делали для того, чтобы кризи стали более гострыми, чем могли быть. Еще один вопрос, Владимир Борисович. На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что переговоры с МВФ о новом транше забуксовали. Это действительно так? Якобы даже пенсионной реформы для фонда недостаточно, чтобы принять решение по транше в Украине. И сохраняет ли МВФ свое требование повышения цены на газ для населения? Дуже много информации неправдивой в информационном средове и в нашей współпрости с МВФ. Мы в программе поддержки и взаимодействия с МВФ. Реформы, которые мы делаем в рамках этой программы, они нужны не МВФ, а нужны в Украине. Это очевидный факт. Той, кто просто хочет сказать правду, он это скажет. А тот, кто хочет слухавить, он будет всегда наганять тут какого-то негатива. Но суть только в одном, что тогда, когда мы приходим до возможностей перегляду чергового траншу, мы приходим до цієї возможностей. Далее МВФ заявляет, что мы тогда еще в Украине транш поддержки. Жодных сегодня субьев, работе або каких-то других вещей або отмог немає. Это все неправда. Треба только спираться на официйные заявки МВФ и МВФ. Инши джерела это все неправдивая информация. Питание формирования цени газу полягает в запроведении на майбутнє справедливої формули цени газу. И мы зараз технічные працевники наших МВФ працюють над тем, чтобы установить справедливую формулу формирования цени. Ті, кто говорит, что нужно повышать цени на газ, у меня ответ единственная. На данный момент мы не видим объективных подстав к повышению цени на газ в стране. Поэтому и послуги на житлово-комунальные послуги мают залишаться незминной и на тепло, и на горячую воду в местах в том числе. И сейчас это ответственно больше местной влады, на формирование таких тарифов. Поэтому я не вижу подстав на подвищение. Будем надеяться. Спасибо. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечал на мои вопросы. Теперь к самой жуткой теме этой недели. Харьковский суд арестовал на два месяца без права на залог Елену Зайцеву, девушку, чей джип стал причиной гибели пяти человек. Напомню, трагедия произошла в среду вечером. Зайцева буквально вылетела на перекресток, столкнулась с другой машиной и затем ее Лексус отбросила на тротуар. Похороны погибших начинаются завтра. В больницах же остаются четверо из шестерых пострадавших. Трое по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии, в том числе и беременная женщина. Неоднократные штрафы, гонки по городу и даже опиаты в крови. Каждая новая информация о виновнице этого ДТП вызывает все больше гнева. И тем не менее, вот честно, до сих пор нет уверенности, что она будет отвечать за эту аварию. Все-таки уж слишком часто в Украине большие деньги и хорошие связи позволяют уйти от ответственности. Тему продолжит Светлана Шекера. Перед началом заседания в зале суда ни одного свободного места. Мама подозреваемой Елены Зайцевой с того рокового вечера дочь еще не видела. Общаться с прессой наотрез отказывается. Отказывается давать какие-то комментарии, а адвокат ответит на все вопросы. Елену Зайцеву заводят в наручниках. Журналисты тут же засыпают вопросами, но Елена только молчит и плачет. Представители прокуратуры просят для Зайцевой два месяца ареста. Боятся, что подозреваемая может просто сбежать. При застосовании больше мягкого захода, ниж термяния под вартою, в подальшем может переховываться от органов досудового расследования или судов. Незаконно впливать на потерпелых свидетелей, экспертов, специалистов в этом терминальном проведении. Дальше следователь сообщает, Зайцева примерным водителем не была. За два года вождения шесть админпротоколов. И именно грубое нарушение правил дорожного движения привело к трагедии. Она должна была в данной ситуации с урахованием изменения сигналов светлофора принять заходы, которые в виде гальмования. На что она посигналила, а потом приняла решение маневровать в право. И тому привело к такой трагедии. По диктовку защитника Елена Зайцева рассказывает суду о своей болезни. Оказывается, у девушки хроническое неврологическое заболевание после травмы. У меня была травма, а после ДТП у меня ошибка головного мозга. Когда это было? В 2007 году я стою невропатолога на учете. Потому что она меня бандежит постоянно. Я очень страждаю головными болями. Неожиданно прокуроры достают свежий документ. Получен результат лабораторного анализа. У Зайцевой обнаружены опиаты. Это не сомитница. Такого не может. Я сейчас могу заявить что подзаказная была твереза. Откуда такое можно было выдумать опиаты? Этот анализ был взят не у меня в кабинете. Был взят в наркотикоцентре сразу же после ДТП куда была доставлена работниками патрульной полиции водяя Зайцева. Суд уходит на перерыв. После у адвоката появляется версия, откуда взялись опиаты. Мол девушка выпила успокоительное сразу после аварии. Все произошло на улице Сумской. Здесь всегда многолюдно. Светофор для водителей и пешеходов. Люди собрались на тротуаре, ждали зеленый сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. В этот момент в толпу врезался внедорожник. Скрипт тормозов и все. Я чувствую на себе удар. Я ложусь. Я видел, что бампер Лексуса сбил мою голову, грубо говоря. Я поручу направо, я смотрю, вот там лежит 4 человека, там лежат на дороге. Вот видео с камер наблюдения, где зафиксирован момент столкновения. На кадрах видно, как Вольсваген трогается от светофора, выезжает на середину перекрестка и тут в него врезается черный Лексус. Боковая сторона автомобиля Лексус левая и передняя часть автомобиля Вольсваген Тауры. И с последующим наездом на опрокидывание и травмирование пешеходов. С какой скоростью ехал Лексус пока неизвестно, но судя по видео с камер наблюдения с приличной. Пользователи соцсетей подсчитали, дорожную разметку длиной 160 метров машина проехала за 5 секунд. Значит, скорость была больше 100 км в час. Возможно, девушка участвовала в уличных гонках. Елена Зайцева студентка третьего курса университета имени Каразина, будущий пиарщик. Водительские права получила менее двух лет назад. При этом отчим девушки по телефону уверяет Елена опытный водитель. Один протокол в основном связан с тем, что у ресторана поставила не там машину. Вы знаете, там нет таких протоколов, которые она гонял или что-то сделала. Она не мажор, она учится в институте, она скромная семья. Слушай, пишут и говорят это вранье. Елена Зайцева сводная сестра экс-заместителя прокурора Черкасской области времен Пшенки Дмитрия Зайцева. Ранее он работал в ГПУ, был прокурором Крыма. После люстрации находится в розыске, скрывается в Москве. Активисты узнали, Лексус записан на приемного отца Елены Зайцевой Василия Зайцева. Он гендиректор частного общества Укрэнергочермед. Семья непростая, поэтому многие не верят, что девушка понесет наказание. Но сегодня суд таки отправил Елену Зайцеву на два месяца в СИЗО без права внесения залога. Светлана Шекера, Александр Яновский, подробности недели, телеканал Интерхарьков. Если Зайцеву признают виновной, то ей грозит до 10 лет тюрьмы. Вроде бы санкция достаточно жесткая, чтобы ездить нормально, но нет, политики уже призывают ужесточить ответственность. Да поможет ли это? Давайте обсудим с Анной Маляр, пожалуй, лучшим в Украине юристом-криминологом. Анна, здравствуйте, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Я знаю, что вы очень внимательно сегодня следили за судебным заседанием. Есть уже какие-то у вас предположения? Закончится это дело справедливым приговором или нет? Я могу констатовать то, что я видела. Меня удивляла, мягко говоря, слабкая подготовка и следователя, который был в процессе, и прокуратуры. И то, что я постоянно подозреваю, что идут такие поддавки, когда, наверное, прокуратура извиненевает, что следователь собирает все доказы вины человека. Но на самом деле они это делают так, чтобы потом суд смог на абсолютно законных подставах, например, человеку виправдать. Я не удивлюсь, если, что в процессе судового и в процессе следствия, что эта человек была в каком-то таком состоянии, что она не могла осознавать, что она делает. Або выяснилось, что что-то там было с гальмами в авто. Або выяснилось, что еще что-то такое, что, в принципе, сделает из нее человек, который не причинен к этому случаю. Но пока выяснились следы опиатов. О чем это может говорить? Вот, обратите внимание на то, как подана эта информация была сегодня в процессе. С одного боку, так, копиати – это очень серьезная вещь. И человек не в полной мере может керовать своими действиями. И это, кстати, видно было с видео, потому что автомобиль рухался очень удивительно. То он трешки гальмував, то он очень быстро набирал швидкость. Но, что интересно, нет в процессе не предъявлено документу, который бы был достатным для того, чтобы суд признать доказать. Может быть, это и есть игра в поддавки, которую вы подозреваете. Больше того, на сформирование суду. Чи вы полягаете на том, чтобы это долучить как доказ, прокуратура говорит, нет, это не доказ. Это просто факт, который характеризует особу подозреванную. То есть это особенности привычки, а не вредных особенности характера, а не вредных привычек? Вот вы понимаете, так? Дуже много там еще нюансов среди доказов. Прокуратура и следствия представили те відео, которое мы все уже видели в интернете сто раз. Еще какие-то примеры подобной игры в поддавки возможны. Вы обратили внимание? Так. Я не побачила, и прокуратура больше того, навыть отказалась публично, хотя знаю, что справа резонансна, озвучивать те основы, через которые они наполягают, чтобы была обрана мера запобежного закону, именно взятие под варту. То есть они не озвучили, что они побоятся, что она может втекти, например, хотя КПК позволяет использовать таки аргументы как социальные связки подозреванного, а тут связки, я перепрошу, очень очевидные. Мы слышали даже неплохие связи. Все эти речи не прозвучали, хотя они абсолютно очевидные. Но под арест отправили все-таки? Судья сегодня принял обрунтованное решение про то, что взята под варту без права внесения заставы. Это абсолютно законно, КПК это позволяет, потому что там есть жертвы от этого злочина. Но я бы не расслаблялась, потому что все, знаете, увидели, ну вот, наконец, справедливость взяла под варту. Это лишь начало следствия, а не его завершение. Я хочу сказать, что подобных начинок мы видели уже очень много, которые не заканчивались ничем. Вы правы, мы будем внимательно следить за этой историей, как и за многими другими. Давайте теперь вот о реакции наших властей. Первым отреагировал министр инфраструктуры Амельян с предложением ограничить скорость движения в населенных пунктах до 50 км в час. Скажите, это единственный вывод, который власть должна сделать после подобной истории? Ну, это звучит недолуго. Я не буду говорить смешно. Недолуго. И у цієї девчини даже не завинувачиваются в этой аварии. За последние два года было шесть штрафов за порушение правил дорожнего руха. Она заплатила там по 255 гривен, там 510 гривен у нее было. Это как-то вплинуло на ее поведенку. Больше того, это не вплинуло на ее поведенку. И полиция, дивлячись, что это столько порушений, никаких мер для этой люди не использует. Она продолжает иметь права и продолжает порушивать правила дорожнего руха. Поэтому ни штрафы, ни обмежения это ничего не дать никакого результата. Пока мы не воспитаем другую культуру выполнения законов, уважения к нашим законам. Спасибо. Анна Малер, один из лучших, по моему мнению, мнению многих экспертов, эксперт-криминолог, была гостью подробностей недели. Вот у меня есть еще одна показательная новость по этой теме. В Закарпатье судья, который уже в 2014 году совершил пьяное ДТП, уже месяц возглавляет районный суд. Представьте себе, на трассе Киевчоп, он выехал на встречную полосу, столкнулся с жигулями, водитель жигулей погиб, и теперь виновник этой трагедии вершит правосудие. В прокуратуре, конечно же, обещали судью наказать, но получилось, что его даже повысили. И вот согласитесь, если правосудие в нашей стране вершат вот такие люди, то неудивительно, что настоящую справедливость украинцы могут найти и ищут за пределами нашей страны. Например, в Европейском суде по правам человека. Там украинцы лидеры по числу поданных исков, а наше государство лидер по невыполнению решений ЕСПЧ. Ну, допустим, правосудие в Украине власть обеспечить не в состоянии, но хотя бы выполнять решение Европейского суда можно ведь? Павлина Василенко продолжит тему. Когда ванна на чердаке, это не каприз, а необходимость. У Тамары Прокофьевны она набирается после каждого дождя. Женщина на чердак сама подняться уже не может. Вот и просит гостей помочь ей вылить собравшуюся воду. Вот там что-нибудь ванна, да, и ей надо поставить на то же самое место, потому что как будет вода, так она же сюда лезет. Дореволюционный дом, в котором уже полвека живет Тамара Прокофьевна, расползается по швам. Из-за сырости стены проседают и трескаются. Это вот тут проводили газ в мене, но как газ так включали вентилятор, так хлопцы бегали и провалились. Из щелей в ветхом полу выползают непрошенные гости. Ужи лазят. Заходу на двор, я никогда бы не подумала, когда вот тут ползает такой здоровый, я закричала от неожиданности. Ремонт дома растянулся на 30 лет. Все началось с протекающей крыши. Отремонтировать ее еще в 1986-м должна была советская власть. Потом помочь долго обещали украинские чиновники. Не дождавшись, пенсионерка подала в суд. Вердикт крышу отремонтировать. Так судья вырешила, цукрозавод будет ремонтировать подлогу двери, а уже мискрада, раз они передавали, то крыша. Но снова не дождавшись обещанного, пенсионерка подала в Европейский суд по правам человека и выиграла его. Ей все-таки выплатили моральную компенсацию 2000 евро, а вот ремонта как не было, так и нет. В гостях у Тамары Прокофьевны мы впервые побывали ровно год назад и с тех пор ничего не изменилось. Единственное, после сюжета к ней началось паломничество. Исполнительные службы, прокуратура даже из Минюста звонили, но побороть горсовет, которому решение ЕСПЧ не указ, никто не может. Две увесистые папки с отписками, постановлениями всевозможных инстанций и решениями судов и у Александра Ивановича. В 8 лет он тоже судится с государством за невыплаченную зарплату. На одни ботинки я стоптал за этот час. Соломинский районный суд вынес постанову про сплату мне нараховали 29 400 гривен. Долг по зарплате должно выплатить госказначейство, но там очередь и Александр Иванович в ней в 4997-й. Чтобы дело шло быстрее, мужчина обратился в Европейский суд по правам человека, но вот после решения передать все подобные дела в Комитет Министров пенсионер огорчился. Подали в Европейский суд, но потом пришел главный вопрос, что Европейский суд таких справ, как мои, 12 тысяч таких справ. Я думаю, что никакого толку не будет. юристы говорят, такое решение Европейского суда беспрецедентно и как с ним быть не знают не только в Евросоюзе, но и в Комитете Министров Совета Европы. Комитет Министров Европы. Политический орган, который на сегодняшний день не имеет ни инструкции от Европейского суда, что делать с этими справами, ни конкретного бачения. Не зависит ли компенсация за невыполнение решений? Вопрос. Ее в размере 2000 евро получают все, кто выиграл в Евросоюзе дела против Украины. Люди могут остановиться в ситуации, когда еще 2, 3, 10 лет они не смогут выполнять решение суда. То, что Европейский суд не рассмотрит это решение, не вынесет свое решение с того привода, оно, в суть, для нас в сегодняшнем состоянии большого значения не имеет, оскольку заявку, какая разница, что не выполняется? Не выполняется решение Верховного Суда или Европейского Суда? Не выполнение решений основная причина обращения соотечественников в Европейский суд по правам человека. За последние годы украинцы завалили его жалобами. Каждый четвертый иск был против Украины. Больше всего обращений регистрировали в 2013 и в 2014 годах. За это время ЕСПЧ присудил выплатить почти 43 миллиона евро компенсации. Из бюджета было потрачено полтора миллиарда гривен. Это те деньги, можно важных программ. То есть решения национальных судов все равно не выполняются. А кроме того, государство возможно еще выплатить сатисфакцию, компенсацию за поневерение по судам. Что будет дальше, пока не прогнозирует никто. 12 тысяч изъятых Евросудом дел это капля в море. В Украине около 120 тысяч неисполненных судебных решений. Это наивысший показатель в Европе. Мы направили запрос в Министерство Юстиции, чтобы узнать, что мешает выполнению решений судов и какую общую сумму в качестве компенсации должно выплатить государство. Минюстинам дали обещание ответить на эти вопросы сегодня. Но так его и не исполнили, неожиданно отменив интервью. Павлина Вастиленко, Сергей Килибник, Иван Матриченко, подробности недели, телеканал Интер. Я приветствую зрителей подробностей недели, которые дождались нашего возвращения в прямой эфир. Еще полгода назад его любили больше всех других политиков в стране. А сейчас против него протестуют. Эммануэль Макрон французский бунт. Красивый и социалистический. Сотни тысяч французов, все национальные профсоюзы борются против своего президента уже целый месяц. Чем так недовольна Франция? И почему вообще Макрон решил, что одной из самых благополучных стран Европы нужны еще и какие-то радикальные перемены? Ответ искала Елена Абрамович, наш европейский корреспондент. Парижанка Ками гордится тем, что делает. Она координирует сеть магазинов и заведений, которые продают то, что могло бы отправиться в мусор. Это выглядит как магазин, но это не бизнес. Ненужную одежду, игрушки, посуду, мебель сюда приносят жители соседних улиц. Тут все это чистят, ремонтируют, сортируют, а потом или передают другим социальным проектам, или продают тут за символическую цену. Соседнее кафе работает с такой же философией нет мусору. Они покупают органические продукты, которые уже на распродаже и готовят из них еду, чтобы было меньше пищевых отходов. Тут же проводят бесплатные тренинги и языковые курсы. Таких социальных центров Парижа полтора десятка, но вскоре многие из них могут закрыться, так как большинство работников получают зарплату от государства. А в соответствии с трудовой реформой эта статья расходов сокращается. Это повлияет на все социальные организации во Франции в целом. Экологические, культурные, образовательные. Все они имели возможность брать на работу людей, часто тех, кто давно без работы, с социальными проблемами или с инвалидностью. Финансировало их контракты государство. Но Макрон считает такие расходы неэффективными. Да и немалые суммы остаются у профсоюзов. Свободные деньги французский президент решил перенаправить на поддержку фермеров. Сокращает реформа и пособие по безработице. Все это многим пришлось не по душе. Возмущены люди и тем, что Макрон сократил налог на роскошь. Для меня он президент богатых, как его называют люди. Он не заботится о нас, работниках, пенсионерах. Нас облагают налогами, а богатых освобождают. Нам повышают вклад в социальное страхование. Мы же работали всю жизнь. Все реформы, которые сейчас нам предлагаются, ущербные. Они ломают права. Я даже не могу назвать это реформами. Реформы это то, что должно двигать в сторону лучшего. Это не реформа, а социальный Но Эммануэль Макрон меняет трудовой кодекс быстро и без обсуждений в парламенте. Французские законы дают президенту больше полномочий, чем в других европейских странах. И Макрон во время президентской кампании предупреждал воспользуется этим, чтобы реформировать страну. Чтобы наше общество стало лучше, нам нужны люди, которые преуспевают. Нам не следует им завидовать. И мы не достигнем цели, если не будем уделять я позволяю тем, кто преуспевает и реинвестирует во французскую экономику, не облагаться налогом на богатство. Реформа делает также шаг навстречу малому и среднему бизнесу. Увольнять и сокращать сотрудников работодателям станет гораздо легче. Некоторым статьям французского трудового кодекса уже более 100 лет. В нем 3000 страниц. Многие называют его смирительной рубашкой для бизнеса. Реформа дает компаниям больше возможностей для маневров. О зарплате и условиях труда работодатели смогут договариваться непосредственно с работниками и забыть о рамках, которые выстроили профсоюзы. Таким образом, Макрон обещает достичь главной цели сократить безработицу. Но, по мнению некоторых парижан, это попытка одолжить американскую модель, которая не приживется во Франции. Я лично жила в США четыре года и у меня была возможность почувствовать на себе, что такое очень либеральная экономика. Сегодня у вас есть работа, завтра нет. Очень мало социальной помощи и они хотят сделать то же самое во Франции, сделать нас американцами. Но мы не американцы, мы французы и гордимся этим. Впрочем, сопротивляют за реформе в основном пенсионеры, профсоюзы и работающие в госсекторе. Остальные или безразличны, или поддерживают изменения. Я работаю в частном секторе и для меня важны реформы. Страна не может оставаться с той же системой много лет, ведь мир меняется. Конечно, это меня касается, потому что я живу тут и работаю. Но я верю, что Макрон знает, что он делает. У него есть команда, которая, я думаю, перед тем, как утверждать что-то, должна убедиться, что все правильно. Новые указы Макрон подписывает каждую неделю. Чтобы завершить трудовую реформу, ему потребуется еще несколько месяцев. Тем временем демонстрации теряют масштаб. По последним опросам, большинство французов готовы поддержать не популярные, но необходимые реформы. И тут главное, чтобы команда Макрона не потеряла авторитет и сумела доступно объяснить народу целесообразность изменений и каким будет вознаграждение, ведь пока французы очень боятся потерь. Из Парижа Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности недели, Европейское бюро телеканала Интер. Это были подробности недели с Алексеем Лихманом. Спасибо, что смотрели и до встречи в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ